Музыка Начинается наша переработка со сбора отходов. Отходы, значит, бывают такие плёночные и кусковые. Сначала мы собираем, затем уже начинаем их сортировать и перерабатывать. После сортировки и мойки отходов их отправляют на измельчение. Потом очередной этап обработки. В итоге из гор полимерного мусора получаются вот такие гранулы. В дальнейшем они служат сырьем для производства вторичной продукции, в том числе и на предприятии SCAR. Технология не секретная. Вячеслав Курашин, директор предприятия, свободно проводит экскурсию по производству. Однако оговаривается, такого вы нигде не увидите. И не только потому, что другие фирмы данной направленности зачастую техническое оснащение своего производства не афишируют. Но ещё и потому, что часть техники, которая здесь работает, сделана по собственным проектам. На небольших территориях, скажем так, на небольших, на старом оборудовании, как я говорю, все удивляются. То есть на чём-то своём изобретённом. Мы умудряемся даже на этом делать огромные объёмы. Наша справка. Общество с ограниченной ответственностью SCAR – производитель в Республике Беларусь, входящий в группу компаний Voxoil и занимающий одну из лидирующих позиций по обеспечению вторичным сырьём, тарой и упаковкой для пищевой, химической, медицинской, парфюмерно-косметической промышленности не только в сети компаний, но и за её пределами. Важным и постоянным стратегическим видом деятельности предприятия является переработка вторичных полимеров и производство вторичной гранулы, агломерата и дроблёнки. Общество с ограниченной ответственностью SCAR входит в список предприятий-переработчиков Республики Беларусь по очищению окружающей среды от полимерных отходов. Иностранцы, которые некогда побывали на предприятии, вспоминает Вячеслав Александрович, удивлялись. Впервые видели, чтобы люди, работая на такой, по сути, самодельной технике, показывали неплохие результаты. Сегодня же, наряду со станками собственной разработки, на предприятии есть и дорогое иностранное оборудование. Ассортимент продукции ООО SCAR доста наименований. Все изделия соответствуют ГОСТам и проходят ежедневную проверку в лаборатории. Свой путь в бизнес директор ООО SCAR Вячеслав Курашин начинал в 90-е годы. Невысокая зарплата преподавателей математики и сложности с жильём. Так появилось желание повысить свой жизненный уровень. Поначалу Вячеслав Курашин с компаньонами занялся торговлей. Продавали пластиковую тару. А вскоре замахнулись и на её производство. Раньше тара вообще была как бы дефицит такой. Наверное, все помнят времена, когда собирали пластиковые бутылки, все дома хранили. То есть вот мы как бы за это взялись и стали делать сначала канистрочки, там где-то какие-то литровые, пятилитровые, потом стали больше ассортимент расширять. Ну а далее уже с канистры вышло так, что мы стали, появлялись какие-то отходы. Сырьё стоит дорого, значит его надо перерабатывать и так далее, чтобы было безотходное производство. Сплыла вторая сфера деятельности нашей – это переработка отходов. Затем мы стали этим заниматься уже более профессионально. А вот и несколько цифр. Товарооборот, общество с ограниченной ответственностью СКАР за июнь 2012-го составило около 2,5 миллиардов рублей. Ежедневно на предприятии перерабатывают до 5 тонн гранул. К слову, в прошлом году производство было значительно модернизировано. В планах на будущее – закупка новой линии мойки, гранулятора, новых станков по производству канистр. Главное – работать, трудиться, что-то повышать свой уровень, двигаться вперед. Новации какие-то ездим, изучаем, смотрим за границей, смотрим другие оборудования. То есть, ну, а так, просто, простая работа, но которая должна делаться, как я называю, просто хорошо. Просто хорошо подходить к своему делу. В целом, деловые люди района активно осваивают производственную сферу. Один из последних примеров – частное предприятие «Лидерпласт», занимающееся производством изделий из пенопласта. Серьезно засыпается вспениватель предварительный, там оно доходит до кондиции. По трубам, по пневотранспорту поступают в блок формы, формируются вот такие блоки. Входят стандартного размера 2 на метр, потом блоки отстаиваются. Для каждой плотности существует свое время от лёжки и отстаивания. Потом ложатся блоки на резку и уже по размерам клиента режем толщину, длину. Время начала деятельности «Лидерпласта» в Калинковичах – конец 2010-го. Тогда в приобретенном на аукционе здании новые владельцы сделали капитальный ремонт, организовали семь рабочих мест и запустили производство. И уже 2011 год дал неплохой результат. Было произведено 5000 квадратных метров пенопласта на сумму 3,7 млрд рублей. В настоящее время наработали уже сложенную клиентскую базу. Это непосредственно у нас Зубомирская область, Мозырь, Петриков, Вигельск, Наровля, Житковичи, Полесский регион весь. В будущем на предприятии «Лидерпласт» планируют освоить выпуск новой продукции – стеновых бетонных блоков с добавлением полистирола. Частная торговля в Калинковичском районе представлена не одним десятком объектов. Только за первое полугодие 2012-го здесь было зарегистрировано 5 юридических лиц в торговой сфере. Конкуренция немалая, которая, впрочем, подстегивает уже состоявшихся предпринимателей постоянно развиваться, привлекать клиента, осваивая более широкий спектр продукции. У нас широкий ассортимент строительных материалов, линолеум в ассортименте, сантехническая и сантехника, керамика и оборудование сантехническое. Есть и холодильники, и стиральные машины. Здесь у нас лакокрасочная продукция большой ассортимент и выбор. Расширили очень большой ассортимент водонагревательной продукции. Магазин стройматериалы на улице 50 лет Октября в Калинковичах хорошо знаком с жителем города. За все время его работы, около 10 лет, недостатков в покупателях здесь уж точно не испытывали. Однако его владельцы все же решили расшириться. И уже в апреле 2012-го двери посетителям открыл обновленный и усовершенствованный магазин стройматериалы с торговой площадью 560 квадратных метров. Растет покупательский спрос, растет наш жизненный уровень, поэтому и мы расширяемся. Возможности у нас для этого были, планы были уже давно на это. Поэтому решили для города нашего сделать расширенный ассортимент, чтобы покупатель мог прийти в один магазин и купить то, что ему надо. Тем более у нас сейчас в городе расширился и строительный бизнес. За первое полугодие 2012 года в Калинковичском районе зарегистрировано 75 индивидуальных предпринимателей и 14 юридических лиц. Три из них в сфере услуг. Одно из самых непростых, по мнению самих предпринимателей. Ведь сколько людей, столько и характеров, и каждому нужно угодить найти индивидуальный подход. Как это сделать, знают Елена Цыганкова и Софья Богданович. Их маленькая парикмахерская Алена в Калинковичах в этом году отметит свой 10-летний юбилей. Парикмахерских в Калинковичах много, но каждый клиент ищет своего мастера. На протяжении этих лет у нас, как правило, сложился свой, так сказать, своя клиентура. И люди, которые нам так преданы, и всегда и поддерживают нас, и в любую минуту мы готовы открыть дверь парикмахерской в любое время, удобную для наших клиентов. Те, кто побывал в парикмахерской Алена, обязательно отмечают. Здесь царит особая атмосфера – творческая. Ведь в своей работе во главу угла Елена и Софья всегда ставили именно творчество, а не выручку. Прежде всего, профессия – это наша жизнь. Мы на работе с утра до вечера, мы живем этой работой. Творческие люди, они несколько отличаются от обычных людей, и эта профессия немного отличается от обычных профессий. Мы даже во сне можем себе придумать какую-то прическу. А вот и лучшее подтверждение творческого отношения к профессии – многочисленные дипломы и кубки за победы в соревнованиях по парикмахерскому искусству. Софья Богданович была неоднократной победительницей многочисленных конкурсов различного уровня – от областных до международных. Эту стену я называю «Стеной почеты». Как бы в каждом салоне, где есть мастер-конкурсник, называется «Стена почета». На этой стене на данный момент я выставляю только награды за этот год. Последний мой конкурс проходил в Гомеле. Там я завоевала пять первых мест. Прическа для новобрачных на длинных волосах, модная стрижка с укладкой, прическа на свободных длинных волосах, прическа вечерняя и медали на гран-при. Сейчас Софья готовится к участию в чемпионате мира по парикмахерскому искусству. А это значит постоянные упорные тренировки не менее четырех часов в день. И все же и о своих рабочих обязанностях девушка не забывает. Стремясь к саморазвитию в профессии, Елена и Софья постоянно посещают обучающие курсы и семинары и на радость клиентам привозят оттуда много новинок – татуаж на волосах, биозавивки, ламинирование и химическое выпрямление волос. Эти услуги сегодня могут предложить в маленькой парикмахерской в Калинковичах. Все, как и в больших столичных салонах. У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Попасть прямиком в сказку Пушкина можно всего в нескольких километрах от Калинковичей. Один из объектов придорожного сервиса района – кафе Лукоморья – работает здесь уже шестой год. Дубы, роща – вот так возникла Лукоморья. Больше к сказке Пушкина, как говорится, мы привязались. Под названием, естественно, мы начали архитектурное сооружение различной, сказки. А ведь шесть лет назад здесь был обыкновенный, поросший травой пустырь. И если сказать, что Михаил Данченко свой бизнес начинал с нуля, это не будет преувеличением. У меня еще напарник есть, он машину продал, я машину продал. И начали строить. Не было у нас, мы раньше бизнесом не занимались, денег у нас не было никаких-то. Потом с родни, с друзей все дотянули, кое-как, кредиты брали, все построили. Получили первый рубль. И потихоньку начали работать. Вот, работали, работали, и вот кое-что построили. Сегодня объект придорожного сервиса «Лукоморье» – это кафе на 70 посадочных мест с дополнительными складскими и бытовыми помещениями. Стоянка, рассчитанная на 50 большегрузных машин, и благоустроенная зона отдыха с беседками и фонтаном. В планах строительство здесь еще и гостиницы. Пусть и не так быстро, как хотелось бы. Ведь для начала еще нужно выплатить кредит, взятый ранее, говорит Михаил Данченко. Однако, несмотря ни на какие сложности, в «Лукоморье» обещают не снижать планку. Я не первый год живу и много наблюдал, что обычно предприятие, как правило, как правило, открывается. Вот, всплеск, все хорошо. Потом оно начинает опускаться, опускаться, опускаться до какого-то там низкого уровня. И вот я благодарен судьбе, наверное, своим сотрудникам, что мы удержались на этом уровне хорошем. И уже как бы у нас наработаны традиции, уже у людей в крови, в сознании, что у нас не должно быть плохо. Во время нашей беседы с хозяином кафе у «Лукоморья» остановился автобус с туристами. Подъехала пара грузовых фур дальнего следования. А ведь есть мнение, что уровень придорожного кафе можно определить по наличию машин дальнобойщиков на стоянке. Ведь именно человек, который проводит большую часть своей жизни за рулем, как никто другой, ценит уют, сервисы, качественную кухню. Нам удалось создать кухню. Кухня в основном у нас белорусская. Белорусская кухня, дранички, поджарочка на сковородочке, шашлычок делаем, блинчики сами делаем, пельмени сами делаем, все сами, не полуфабрикаты. Людям нравится. Цены, конечно, мы стараемся держать умеренные. Хотя сегодня дали возможности на ценку делать любую, но мы делаем все разумно. А еще построить бы здесь детскую площадку, мойку машин, магазин, рассуждает Михаил Данченко. Ведь качественный придорожный сервис не только повысит имидж региона, но и принесет пользу людям. У меня 56 лет и уже нет цели, что там чего-то заработать, какое-то там достичь чего-то благополучия. То есть оно как бы все есть. Дом, машина, дети устроены, у всех все нормально. Хочется оставить вот этот след на земле и сделать что-то полезное для наших людей, для калинковичан, для других. Вот когда люди приезжают, а им радуются, а им нравится, вот это как-то приносит какое-то удовлетворение и дает возможность дальше жить через все эти трудности, вот усталость. Сегодня в Калинковичском районе насчитывается свыше 230 частных юридических лиц и 880 индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие текущего года в бюджет района от негосударственного сектора поступило свыше 7 миллиардов рублей или 9% от общих поступлений. В местном райисполкоме рассчитывают на увеличение этих показателей, а потому и развитию бизнеса уделяют повышенное внимание. Мы всегда идем навстречу предпринимательству, потому что это новые рабочие места, это то производство, которое открывается здесь. Мы создаем еще раз, повторяюсь, рабочие места для тех, кто сегодня без работы. Если брать тех, кто уже сегодня открылся, значит мы благодарны этим людям, потому что они, можно сказать, герои, которые на голом месте открывают то производство. Ну, конечно, производство для себя, ну и для нашего государства. Мы ждем всех и готовы оказать всяческую помощь в развитию предпринимательства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова